Друзья, всем привет! Вы смотрите канал Мозаика Идеи. С вами снова Поля и Оксана. Сегодня мы снимаем новое для вас видео про сумасшедший магазин Fixed Price. То есть не магазин, а сумасшедшие покупки, которые мы совершили. А покупки мы совершали, как знаете, в одной из передач. Это был набег на магазин, потому что было всего 15-10 минут для того, чтобы накупиться. Но для меня это не проблема. Я скупила, наверное, опять полмагазина и принесла домой 3 пакета. Мы ходили в магазин в Вангороде и там все по 50 рублей. Ну что, если вам интересно, оставайтесь вместе с нами. Мы разделили наши покупки на три категории. Это будут канцелярии, вкусняшки и все для дома. Итак, пожалуй, начнем с первой категории. В первом пакете у нас канцелярия. И первое, что мы купили, это был фаворит покупок с прошлого нашего забега на магазине Fixed Price. Это вот такие гелевые ручки. В этот раз они были представлены в двух разных сочетаниях цветов. Есть вот такие вот тут неоновые и просто с блестками. В общем, Полине очень понравились эти ручки. Использует она их всегда и постоянно. Поэтому практически все уже закончилось. Вот я купила еще три наборчика таких. Полина, ой, у! Спасибо! Дальше я купила еще цветные карандаши. Эти цветные карандаши мне понравились тем, что здесь толстый грифель. То есть, сам карандаш такой же по диаметру, а грифель очень достаточно толстый. Но это, мне кажется, экономичнее будет и разукрашивает лучше. В общем, понравилось. Еще мы купили вот такие карандаши. Это карандаши неоновые. То есть, такие более яркие, ядовитые цвета. Да. Вот такие вот они яркие-яркие. Дальше из рисовательных предметов мы купили фломастеры. Тоже неоновые. В этот раз было очень много представлено такого неоновых цветов. И что мне понравилось, здесь всего восемь штук. Они достаточно толстые. Вот. Рисуют достаточно плотно. И здесь еще два фломастера с металлическим блеском. Это серебряный и золотой. А нет, здесь голубой. Голубой и золотой. Дальше мы приобрели вот такую акварель фирмы Луч. Знаю, что россияне очень хвалят эту марку. Вот. Покупили мы ее и набор кисточек мы тоже купили. Купили мы ее специально для Полины. Полина у нас скоро пойдет на экзамен в художественную школу. Поэтому мы приобрели много. Также этой же фирмы мы приобрели клей. Я уже показывала в прошлый раз. Мы его покупали. И в этот раз тоже взяла парочку штук. Потому что и Лизонька у нас сейчас клеит. И мне для работы надо будет с детьми. Так что очень выгодная цена. Там 16.50 по-моему одна штука получается. Это вообще копейки. А также декоративный вот такой скотч для бюртки. Декоративная клейка лента она здесь называется. В трех разных таких вот внутрикрутках. Написано, что для украшения упаковок, подарков, открыток, декорирования предметов интерьера, для творчества и скрабутинга. В общем мы обязательно найдем применение этих скотчей. Следующая наша покупка это был вот такой вот наборчик. Здесь блокнот и 6 штампиков. Такие для игры, для развлечения. В общем будем развлекаться. А еще одно очень замечательное развлечение мне кажется. Для улицы я купила такой набор мелки для асфальта. Всего тут 16 штук. Даже все очень разные. Тоненькие, что хорошо для Лизы. Потому что у нас толстые есть. Тоненькие, как раз самая толпая для Лизы. Так. Ну и пойдем тогда уже более бумажный такой. Вот такой веер у нас из бумажной продукции. Взяла сказки. Я уже показывала в прошлом наших покупках. Вот такие мудрые сказки. Еще раз повторюсь, что мне очень нравятся вот эти книжки тем, что здесь очень красивые иллюстрации. Прорисовано все. Очень здорово. И картинка большая, а текста мало. Что позволит ребенку рассматривать. Нам быстренько все это прочитать. Вот. Очень красивая. Очень. Прям очень. Очень. Вот. Дальше купили вот такую вот книжку. Моя рисовалка. Это книга с серии «Моя рисовалка. Первый шаг на пути формирования вашего ребенка, как художника». В общем, что здесь в этой книжке. Мы уже тут начали немножко рисовать с лизюник. Здесь вот такой вот разворот, где представлена, ну, допустим, вот здесь вот что тут. Кошка. Город. Да. И здесь показано, как рисовать поэтапно эту кошку. И вот ребенок уже сам, где захочет, расположит эту кошку и там ее нарисует. Есть деревья, где надо нарисовать листочки или ягодки. Вот, допустим, елка надо украсить елку. В общем, такая творческая минутка. И в то же время развитие. Мы, даже несмотря на то, что Лиза еще не может держать фломастеры, естественно, рисовать, уже попробовали. Мы рисовали... Что же рисовали? Мы рисовали кораблики, назвали их там чьи-то кораблики. Лизин, Папин. И Лиза там уже свои художества внесла. Ну, в общем, для развития речи, вообще для занятий с детьми очень здоровская штучка. Так. Дальше. Вот такую тоже мы в прошлый раз уже покупали. Это книжка «Оживи сказку». Волшебный амулет мы в этот раз взяли. Эту мы взяли в подарок. Наши подружки мы идем на день рождения. И здесь по тому же принципу, как и в прошлой книжке, ты читаешь, делаешь какие-то... Выполняешь ребусы, выполняешь задания, вклеиваешь наклеечки. Картинки все очень яркие, Буквки большие. Так что, будет удобно читать. Даже самые маленькие. Кстати, написано даже, что это ноль плюс. То есть, для самых маленьких тоже подойдет занятие с мамой. И еще мне прям вот понравилась очень-очень новая серия. В прошлый раз я такого у них не видела. Серия «Что, когда и почему». Купила 4 книги из этой серии. В общем, эта энциклопедия разделена на подтемы. На темы. Вот я взяла «Как устроен человек». Здесь, в общем, какие-то факты о человеке. На другую тему. Все это картинки и текст. То есть, не скучная энциклопедия такая. И вот взял одну тему и читаешь на нее. В общем, мы взяли «Как устроен человек», «Что такое астрономия», «Как человек научился летать» и «Чудеса света в древности и в наши дни». В общем, Полина будет изучать. Я тоже буду заглядывать. Мне тоже стало интересно, поэтому я приобрела. Ну вот. Это вся наша канцелярка. Приходим к нашему второму пакету, ко второй части нашего видео.